Мир всем. 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 Мир. Мир всем. Мир всем. Мир. Мир всем. 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 Он. Он Божий. Мир всем. Мир всем. Это очень удачное место Когда нападают на православных И говорят Пасха Откуда вы взяли яйца Откуда пекут Пасху А вот и ответ один Заменили заповедь Божия А это никакой заповеди не заменяет О Христе проповедуется Приветствуется Главное то что в православии есть Нужно рассматривать через этот свет Во свете Библии Заменяет ли конкретно Заботу родителей Можно не давать Показать барана и сказать карваны Баран пошел в другое место Папам на шашлык Так вот Каждые маленькие какие то детали У православных Все рассматривать в этом свете Если они ничего не отрицают Хотя о них ничего не сказано Но ничего не сказано о крестном знамении Нигде в Библии нет А как оно мешает На праке переверено дьявол не терпит этого А поклоны делать Христос говорит Вы не знаете чему кланяетесь А мы знаем чему кланяемся Мы То есть говорит о себе А вы креститесь Кланяетесь Дьявол боится поклонов А поклонами мы что-то Залили какую-то заповедь Опять же к этому возвращаемся Стиху Его надо хорошо себе заучить И на любое обвинение Сказать так А теперь а вы почему не креститесь Крестным знамением Это знамение Оружие на дьявола Об этом говорят Все святые отцы Первого века И мы сразу переходим На другое место Куда они нас поставили И так любой вопрос А что об этом говорит Библия Не просто Вот сейчас изменяющее время Мы еще раз посмотрели Фильм этот Не просто воровать нельзя А нельзя воровать Потому что Христос сказал об этом Христос сказал Вот сейчас мы слушали Выступает митрополит Александр Латвийский И в городе Венспелси Мне Сергей Новиков сбросил это Я посмотрел Говорит мэр города Ему все Храм надо строить И прочее А я этот храм-то знаю Пришел туда Евангелие покупать А поп пьяный лежит На столе пепельница Полная окурков Какие-то женщины там непонятные Где Батюшка Евангелие пропил Его нету Ну сейчас там как будто Другая обстановка что-то Говорит-говорит Митрополит И ни слова нету о Христе Слово Христос ни разу не прозвучало Я стоял на площади в Москве Патриарх Алексей Второй Говорил о памятнике Кириллу Мефодию И ни разу даже не упоминает Слово Христос А слово Библия Вообще под запретом Вот изменяющее время Называется фильм Изменяющее время Посмотрите кто не смотрел Вот и все Мне посты эти как могут помешать Да о них не сказано 4 поста Но они мне только помогают Святые отцы соблюдали их Да это введено было дополнительно А кто сказал что закончится все И Дух Святой не будет трудиться Это не благоукрашение церкви А это необходимость Люди меняются Очень сильно меняются И необходимо Более строго смотреть На это Сейчас только Ни одно слово вопреки Скажи Человек падает в панику И о нем отозвались Неположительно И он уже и дружбу разрывает И все Там не было этого слова сказано А подразумевает Кто-то узнает А никто не знает об этом даже Что тебе кто-то сказал Кто-то где-то И он целую Вереницу людей Сразу отмахивает от себя Да какое же это христианство Вас будут поносить Неправильно злословить Результат Радуйтесь и веселитесь А почему? Христос повелел Ибо велика ваша награда На небесах На каких? Где Христос будет? А кто эту награду даст? Христос даст Вот ответ И тогда видно будет Что мы христиане Ничего нет христианского Он говорил сейчас Церковь наша Мэр ему говорит Нравственность падает И давайте объединять усилия Мэр города Видно, что Неправославный Я отошел Спаси Христос Продолжаем Марка Марка 7 глава С 14 по 23 стихи И призвав И призвав Весь народ Говорил им Слушайте меня Неужели не разумеете Неужели не разумеете Что ничто Извне Входящее В человека Не может Осквернить Его Потому что Не в сердце Его входит А в шрево И выходит Вон Чем очищается Всякая пища Далее Сказал Исходящее Из человека Оскверняет Человека Ибо Извнутрь Из сердца Человеческого Исходят Злые Помысли Прилюбодеяния Любодеяния Убийства Кражи Лихаинства Злоба Коварства Непотребства Завистливое око Богохуйство Гордость Безумство Все это Зло Извнутрь Спорит И Оскверняет Человека Под лукавым Оком Разумеет Или Зависть Или Распусство Потому что И завистливый Бросает На завидуемого Обыкновенно Лукавый И издрительный Взгляд И развратный Восматривая Своими очами Стремится К делам Лукавому Хулою Называется Оскорбление Бога Если например Кто станет Говорить Что нет Промысла Божия То это Будет Хула Почему Господь И совокупляет С нею Гордыню Гордыня Есть как бы Пренебрежение Бога Когда Кто Сделав Доброе Дело Приписывает Его Не Богу А Собственной Силе Под Безумством Разумеет Обиду Против Ближних Все Эти Страсти Оскверняют Душу И Возникают И Исходят Из нее Матфея Седьмая Глава Двадцать Четвертого По Тридцатой Стиси И Отправившись Оттуда Пришел В пределы Тирский И Сидонский И Войдя В дом Не хотел Чтобы Кто Узнал Но Не мог Утаиться Ибо Услышала О нем Женщину Которая Дочь Одержима Была Нечистым Духом И Придя Припала К ногам Его А Женщина Та Была Язычница Родом Серафи Киянка И Просила Его Чтобы Изгнал Беса Из ее Дочери Но Иисус Сказал Ей Дай Прежде Насытиться Детям Ибо Нехорошо Взять хлеб У детей И Бросить Псам Она же Сказала Ему В ответ Так Господи Но И псы Под столом Едят Кроши У детей И Сказал Ей За Это Слово Пойди Бес Вышел Из твоей Дочери И Придя В свой Дом Она Нашла Что Бес Вышел И Дочь Лежит На Постеле Толкование Господь Не тотчас Соглашается На ее Просьбу Но Отсорочивает Дар Дабы Показать Что Вера Жены Тверда И Что Она Терпеливо Ждет Несмотря На Отказ Научимся И Мы Не Оставлять Точа С Молитвы Когда Не Получаем Немедленно Просимого Но Терпеливо Продолжать Молитву До Тех Пор Пока Получим То Чего Просим Господь Называет Язычников Псами Так Как Они Почитались У Иудеев Нечистыми Хлебом Называет Он Благодеяние Назначенное Богом Для Детей То Есть Для Евреев Посему И Говорит Что Язычникам Не Следует Участвовать В Благодеянии Которое Назначено Для Иудеев Так Как Жена Отвечала Разумно И С Верою То Получила Просима Иудеи Говорит Она Имеют Хлеб То Всего Тебя Сшедшего С Небес И Твои Благодеяния А Я Прошу Крупис То Есть Малой Доли Твоих Благодеян Будучи Грешниками Мы Именуемся Псами Полными Нечистот Почему Недостойны Бываем Принять Хлеб Божий То Причаститься Причистых Таин Но Ежели Мы В смирении Сознаем Что Мы Псы Ежели Исповедуемся И Откроем Грехи Свои То Исцелится Дочь Наша То Есть Бесовские Дела Вопросы Евангелие Асмарка 7 Глава 31 Пол 37 Стих Простите Я говорил От Матфея Сергей Отшатнись Дальше До самого Носа Провален Туда Подниз Даже Нос Нос Касается Экрана Нижнего Поднимись Голову И отступи Маленько Чтобы голова С бородой Была Отступись Вот так Не опускай Ниже Все От Иисус Иисус И повелел им не сказывать никому. Но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали и чрезвычайно удивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Толкование. А с другой стороны воздыхает и из сожаления о человеческой природе, как она до того предана дьяволу, что терпит от него такое поругание и страдание. Посему-то, когда исцелял Господь исцеленные и проповедуют о нем, несмотря на то, что он запрещал им это и заповедовал не говорить ничего. А отсюда научимся и мы, когда благодетельствуем другим, не принимать от них похвал, а когда получаем благодеяние, прославлять благодетелей и разглашать об них, хотя бы они и не желали того. Вопросы? У меня вопрос. Вздохнул и сказал ему Еф-Фа-Фа. Часто в Писании мы встречаем такие вот слова, не русские, так скажем. Для чего переводчики их оставляли и тут же переводили? Смысл какой в этом? Как вы, Гнатихович, считаете? Ну, когда говорят, а в овощи, а почему не сказать, отец отцов? А взято и сирское слово. Так было принято? Вот у нас иногда встречаются иностранные слова, мы говорим, а почему по-русски нельзя сказать? Простой рюкзак, мы привыкли, рюкзак. Рюк, спина, зак, мешок. По-немецки. А зачем на немецкое-то? Вещевой мешок. А мы никак. Вот говорим шлагбаум, шлаг бить, баум, дерево. Оно опускается и стукнуло тебя. Зачем? И они иногда оставляют, чтобы понятно, по всей вероятности было, откуда это все происходит. Талифа куми, девица, встань. Это не много таких слов-то. Я попа сказал, а в другом-то месте иные слова еще встречаются. Или, или ломаться вахпани. Почему? Чтобы никогда уже никто не сказали, что Христос был русский человек или чеченец, там, или азербайджанец. Вот, а так и осталось. Тут никакой тайны-то нету. И причина одна, что мы начинаем смотреть словарь именно этих слов. А почему? Да когда переводили, то почему? Говорено-то было на еврейском языке, а перевод-то с греческого. И вот, когда говорят мусульмане, а вы верите, что правильно написано? А где? Христос-то говорил-то не по-гречески. У вас Евангелие от Марка, от Луки, от Яна, все на греческом. Дальше только по-арамейски-то одно Евангелие от Матфея. Что на это ответить? А вот это обращение мусульманина, где я рассказывал, вот это там все подробно объясняется. Это был международный язык. И поэтому люди говорили так, чтобы было более понятно. И перевод был сделан. А Господь говорил, Господь говорил на своем языке. А уже первые ученики это перевели. А кто его еврейский язык знает, как сегодня русский? А переведи на английский-то. Картина-то сразу меняется. Вот так. Что запрещает говорить им? Запрещает говорить, что их исцелили. Чтобы его не преследовали. Или какая причина в этом. Или потому, что это недуховное у них понимание. Игнать Тихонович, ответите? А что тут не отвечать-то? Ты спроси сначала, кто ответит. А тем более толкование дается. А мне уже и так говорят, восхищаю право говорить. А я не восхищаю, а меня просят, я говорю. Я буду с оговоркой. Пускай кто-то еще скажет. Тайны-то нет. Ты можешь вообще отпилить, пожалуйста. Пример нам быть скромными и тщеславиться. Понятен ответ, идем дальше. Так тут в толковании говорится, несмотря на то, что Господь запретил говорить его, люди его прославляли. Ну а Господь запретил, а люди прославляли. И он говорит о том, что когда вы получаете от Бога исцеление, нужно прославлять его толкование. Так говорится. Посему-то, когда исцеляет Господь исцеление, и проповедует о нем, несмотря на то, что он запрещал им это, и заповедал не говорить ничего. Он запрещал, а все равно люди шли и его прославляли. Ну, вопрос-то, почему запрещал, а ответ, а потому что они не послушали. Ну, что это за ответы? Раз они не послушали, поэтому запрет теперь не действует, что ли. Идем дальше. Евангелие от Марка, 8 глава, 1 по 9 стих. Евангелие от Марка. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в домы их, ослабею с дороги, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и взяв с ним хлебов, и воздав благодеяния, преломил, и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. «Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. Брат, воздав благодарение, не благодеяние, а благодарение. Благодарю. Да, воздав благодарение, преломил и дал ученикам свое. Толкование. «Господь не порицает их, научая и нас не слишком нападать на неопытных, но прощать их, как неразумеющих. Размыслия о том, что Христос никого не хочет отпустить голодным, но желает всех насытить дарами своими, и особенно тех, кои пробыли с ним три дня, то есть крестившихся. Так как крещение называется просвещением и совершается в три погружения, то просвещаемые крещением оказываются средневными. Просвещенные едят и насыщаются, и оставляют избытки, так как не все Божьи мысли могут уместить. Из рассматриваемой истории познай и то, что мы должны довольствоваться только тем, что нужно и ничего более не просить. Так и нам должно довольствоваться даруемым по мере нужды. Вопросы? Евангелие от Марка, 8 глава, 10 по 12 стихи. И тот час, войдя в лоскут с учениками своими, прибыл в пределы Далмановский. Вышли в парисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба. Искушая его, требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, «Для чего род всей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». Толкование. После чуда над хлебами Господь сочется будет в другое место, опасаясь, чтобы народ вследствие такого чуда не возмутился и не вздумал поставить его царем. А фарисеи требуют знамения с неба, например, остановить солнце или луну, не завести молнию, произвести перемену в воздухе. Они думали, что небесного знамения он не в состоянии сотворить, имея возможность производить в силу Вельдзевула одни только земные знамения. Но Иисус не внемлет им, ибо для знамений с неба назначено другое время, разумея время второго пришествия, когда силы небесные подвигнутся и луна не даст света своего. Время же первого пришествия не имеет ничего подобного, но все исполнено ростом. Попрос. Евангелие от Марка, 8 глава, 13 по 21. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Все ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовые». И рассуждая между собой, говорили, «Что значит, что хлебов нет у нас?» Иисус, разумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов?» «Еще ли не понимаете и не разумеете?» «Еще ли о каменном у вас сердце?» «Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните?» «Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коровов набрали бы кусков?» «Говорят им, двенадцать». «А когда семь за четырех тысяч, сколько коровин набрали бы оставшихся кусков?» «Сказали, семь». И сказал им, «Как же не разумеете?» «Господь оставляет парисеев, как людей, неисправимых, ибо медлить должно там, где есть надежда на исправление, а где зло неисправимо, а оттуда надлежит бежать. Пшеники забыли взять хлебы по особому устоянию Божию, чтобы они после строгого выговора Христова сделали разумнее и познали силу Христова». «Учение парисеев и Иродиан называет закваску по той причине, что оно было терпко и исполнено ветшей злобой. «Не всякий, кто обветшал во зле и не может говорить ничего духовного, чтобы усладить гортань сушащего, имеет в себе закваску древней злобы, то есть учение ядовитое и ведущее принявших его только к раскаянию. Но кто были эти иродиане? Это какие-то навоявившиеся учители, кои говорили, что Ирод есть Христос и что в Него должно верить». Вопросы. Евангелие от Марка 8 глава 22 по 26. «Приходит в Иерстоиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его в угол истеление и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видеть ли что? Он взглянул и сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Толкование. Вера приведших не была чиста, почему Господь и выводит слепого из селения. Потом уже исцеляет его. Он блюет на очи слепого и возлагает на него руки, дабы мы знали, что Божественное Слово и следующее за словом действие может совершать чудеса. Ибо рука есть образ действия, виновение есть образ слова, так как оно выходит из уст. Но и сам слепой не имел совершенной веры. Поэтому Господь не вдруг дает ему прозреть, а постепенно, как человеку, имеющему веру, не всецелую, ибо по мере веры даются и исцеления. Заповедует ему не входить в селение, потому что жители Берсаиды, как я сказал, были неверные. И человек тот среди них повредил бы своей душе, не велит даже никому и говорить о случившемся с ним, чтобы неверующие не подвергли большему осуждению. И мы часто бываем слепы душою, живя в селении, то есть в мире всем. Но когда выходим из селения, то есть когда отвержаемся от дел мира, Христос исцеляет нас. По исцелению Он говорит нам, чтобы мы не возвращались опять в село, но шли домой. А дом каждого из нас есть небо, и тамошние обители. Попробуем. Евангелие от Марка 8 глава 27 по 30 стих. И пошел Иисус учениками своими в селение Писарии Филипповой. Дорогу Он спрашивал учеников своих, «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос, и запретил им, чтобы никому не говорили о Нем». Толкование. Спрашивает их о себе, отведя далеко от иудеев, чтобы им некого было бояться исповедать истину. Господь не велел им говорить никому, потому что хотел прикрыть славу свою, дабы многие не соблазнились о Нем, и преневерии не сделались повинными повинными большим наказанием. Вопросы? Есть такие люди, которым вообще не стоит никогда ничего говорить? Желающие ответить? Есть такие люди. Наш священник, батюшка Александр, к сожалению, сегодня опять у него, Игнатия Тихоновича, святых не почитает, их крещает в Потеряевке, повторно. Читайте символ Веры, одно крещение. Вот и все. А промолчала в церкви, жены да молчат. Я промолчала, вышла, да и все. Вот и все дела. А говорить бесполезно. Мы сегодня тоже вели дискуссию на тему о славянском языке, а ничего не понимают. Ну и можно было сделать вывод, что лучше нам ничего не говорить, потому что это бесполезно. Можно вопрос? Да. Если ответ по поводу нам скромным быть, я не совсем на самом деле понял. Два раза, два стиха назад. После этого было толкование, я его понял, что не надо говорить. тем, кто вообще неверующий. Вот. А сейчас было, что не надо говорить неверующим, чтобы они не подверглись осуждению. И теперь я вот совсем запутал. То есть, если неверующий видит чудо, не видит, а ему свидетельствует о чуде, то он подвергается осуждению просто от того, что слышит, или от того, что он не верующий, ему сказали, произошло такое чудо. Откуда осуждение возникает? Немножко не понимается все. Игнать Тихонович. Ты отшатнись сначала, бороду покажи. Повыше голову подними, а то... Так вот, вначале говорили, чтобы не было тщеславия. Ну, какое тщеславие, когда это Христос? Ну, неужели непонятно, что к нему никак это не относится? У Христа было бы тщеславие, что узнали, что исцелил. Здесь вот прямо говорится, что для того, чтобы эти люди не подверглись большему осуждению, когда будет суд Божий, они скажут, откуда мы знали? Он сын плотника. Так. А вы слышали об исцелении вот этой дочери Сера Пеникиянки? Да. Так. А почему не уверовали? А что они не уверуют, их это не приведёт ко Христу, он-то знает. И поэтому говорит, и не говорите об этом, чтобы легче было им отвечать. Почему? Впереди был крест. Вот причина-то какая, нельзя было говорить. Впереди были страдания на кресте. И многие, говорит, соблазнились. Даже апостолы. А мы-то думали, что он пришёл освободить. Вот когда читаешь 23 главу Евангелия от Луки, а совсем тем уже третий день, как ничего нет, вот он распятый и всё. Они-то думали, только думали. А Господь показал, что будет распят. И говорил им о своём отшествии, когда на горе преображения встретился с Моисеем и Ильёю. И они, говорит, три кельи, сделаем кущи кельи. Они, говорит, не понимали, чего говорят. Он им показывал, что если вы сейчас на земле меня будете принимать как Бога, он Бог, а потом увидите распинаемый, вы скажете, обманщик. Он ещё обманщик был живой и говорил, что я воскресну. Это слова-то эти потом были сказаны недругами его. И поэтому он себя нигде не называл Богом. Хотя проскальзывали и говорили, за то, что ты богохульствуешь, будешь, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Обвинение-то откуда было? Значит, из поступков Христа. Прощаются тебе грехи твои. Кто может прощать, кроме Бога? Я Бог. Я прощаю. А им знать, что он Бог, не надо было. Он скрыл это, потому что впереди было распятие, где люди соблазнились и отвернулись бы. А теперь, когда он воскресший явился, теперь соблазнять уже не на чем. Вот это тут толкование в этом стихе последним, которое я считал. Счастливый к Христу никак не относится. Он Бог. Он безгрешен. Бога-человек. И все. Так, что там это? Благодаря. А, прерывистый голос был. Вот только так. Причина в этом, чтобы нас спасти. Чем больше человеку чудес показано, а он не уверовал, за каждое то, что не поверил в чудо, будет спрос на суде Божьем. Почему не поверил? Простой силой человеческой, там, Кашпировский, может ли это сделать? Или Чумак? Нет. Почему не поверили? Поэтому, говорит, вы никому и не говорите. А говорите, вот когда я воскресну, тогда да. А у людей, наоборот, не говорите об этом, пока я не умер. Вот, чтобы тщеславия-то не было. А когда я умру, тогда говорите обо мне. Тут теперь все стало на место. Еще вопросы? Евангелие от Марка, 8 глава, 31 по 33 стихи. И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянул на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что божие, но что человеческое. Толкование. Приняв от учеников своих исповедания, что он есть истинный Христос, Господь открыл им и тайну Христа. Но открыл ее еще не вполне, ибо апостолы не понимали того, что он говорил, и не разумели, что значит воскреснуть, но думали, что лучше ему вовсе не страдать. Поэтому Петр и начинает возражать, говоря, что напрасно предавать себя на смерть, когда может и не страдать. Но Господь показывает, что страдание его будет во спасение им и многим, и что один сатана не хочет, чтобы он пострадал и спас людей, называет Петра сатаною за его мысли, свойственные сатане, за то, что он не желал Христу пострадать, но прикословил ему. Сатана значит противник. И Валя не будет и все. Вот через это выявилось все, что все фальше. Вопросы. Ну вот, здесь вот часто мы слышим поступить по-человечески. То есть по-человечески это значит, ну, не по-звериному, значит, хорошо поступить. А здесь Господь говорит сатана, потому что думаешь по-человечески, то есть думаешь, поступаешь, ну и думал. Он думал как лучше. Есть тоже такая проговорка. Думал как лучше, получилось как всегда. Первый холм апостол он называл сатаной. А почему? Сатана противник, что противится? Я хочу пострадать. А может тебе не надо страдать? Ну вот. И такое получил от Христа обречение. Вопросы? Евангелие от Марка 8 глава с 34 по 38 стихи. И подозвав народ с учениками своими, сказал им, Кто хочет идти за Мною, отвернись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца своего со святыми ангелами? Толкование направляет речь главным образом против Петра. Ты не одобряешь того, что я беру крест, а я говорю тебе, что ни ты, ни другой, кто не спасетесь, если не умрете за добродетели истины. Призываю не на зло, а на добро, а потому кто не хочет, тот и не достоин сего. Что значит отвергнуться себя? Это мы поймем, когда узнаем, что значит отвергнуться другого кого-либо. Кто отвергается другого кого-либо, отца ли, брата ли, или кого-либо из домашних, тот хотя бы смотрел, как его бьют или убивают, не обращает внимания и не соболезнует, сделавшись чуждым ему. Так и нам повелевает Господь, чтобы и мы ради его презирали свое тело и не щадили его, хотя бы били или порисали нас. Да возьмет крест свой, сказано, то есть поносную смерть, ибо крест почитался тогда орудием поносной казни. А как многих распинали и разбойников, то присовокупляет, что с распятием должны иметь и другие добродетели. Ибо это означают слова «следуй за мной». так повеление предавать себя на смерть показалось бы тяжким и жестоким, то Господь говорит, что оно напротив весьма человеколюбиво. «Ибо кто погубит душу свою но ради меня, а не как разбойник, казнимый или самоубийца, всем случае смерть будет не ради меня, тот говорит, обретет душу свою». «Между тем, как думающий приобреть душу, погубит ее, если во время мучения не устоит, не говори мне, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел целый мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким богатством, иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени, и таким образом искупился бы. Но такой выкуп там невозможен. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за оригином говорят, что состояние душ переменится на лучшее, после того, как они накажутся соразмерно грехам своим. Да слышат они, что там никак нельзя дать выкупа за душу и мучиться только в той мере, сколько нужно будто бы для удовлетворения за грехи. Недовольно одной внутренней веры требуется и исповедание уст. Ибо как человек двойственен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Итак, кто постыдится исповедать распятого Богом своим, того и он постыдится, признает недостойным рабом своим, когда приидет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся здесь прежде, за которое некоторые стыдятся его, но в славе с воинством ангельским. Преображение есть не что иное, как предзнаменовение второго пришествия. Так просияет в то время он сам, так просияют и праведники. Комментарий Игнатий Лавкин Искаженное понятие о смысле слова исповедания томило две тысячи лет христианский мир. Не удаление от людей, как учили монахи, а нахождение среди народа давало возможность осознать себя послушным чадом Христа и дать такое же представление и слушателям. Только тогда можно надеяться на спасение, если будешь исповедовать Христа под словом благовествовать. Римлянам 10.10 Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо как человек двойствен, то двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания. Вопросы? Ну а если нет Игнать Тихонович этого исповедания, так что тогда? Постыдится тогда Господь? Ну так впереди что было, еще раз прочитай и спрашивать уже не нужно будет. Игра кончилась в монашество, в церковь. Будет так, как Господь сказал. Тут эпиграфом будет на все небо Евангелие от Иоанна 12.48 Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Я первый раз когда прочитал, я понял, все, что у меня есть, не стоит минуты. Вся моя перспектива, что я учусь, а у меня такой впереди перед другими приоритет, получить такой пост большой и пойти. Это ничего не значит, пустое. Весь мир приобрету, а души уже повредил. Исповедание меня сразу оттуда извергло, там где я был. К утру уже все поняли, сошел с ума. Только характеристики были, для слова Божия нету из книг, я там печатаю характеристики, которые мне давал судовой комитет. А тут сразу совершенно другая характеристика. Я авторитетом не пользуюсь, как будто это не я даже совсем. Почему? Исповедание. Вот меня спрашивают вас вербовали или нет, когда допрашивали в КГБ. Кто бы это ни был, его вербуют. Вот я разговариваю с Зоей Крахмальниковой. Она поехала в туристическую поездку, паломническую назовем, в Израиль. Вот они в аэропорту и самолет, говорит, задержали. И всех там из-за нее. Ее там рядом полиция, там кабинет есть. Она не говорит, что там было. Меня отдельно отделили и сказали самолет не улетит пока. И с ней там были может быть часа два. Зачем? Вот вопрос. Зачем? Я лечу в Америке. Уже в аэропорту. Подходим к самолету. Я прошел все эти барьеры. Подходит офицер. Так. Посадка ваша закончена. Возвращаемся назад. Как? У меня же билет. Да билет это еще обменяем. Вас задерживают. Почему? Он идет дорогой и задает вопросы такие. А в чем разница у вас от русской православной зарубежной церкви и от московской патриархии? Служба авиационная. Ему какое дело до этого? Вообще никакого нет. Значит под этой формой может быть был совершенно другой человек. Как при допросе Яна Гуса. Он понял это допрашивает его не тюремщик а кардинал. Вот так. И все это надо пройти и тогда это увидеть. Что означает слово исповедание. Меня не вербовали. А почему? Потому что исповедание начиналось при первом допросе. А если бы я ужался то бы не сказать да как бы мне не набавили как бы не захлопнули. я я все а кто помог вам господь бог и труд солженица на хипелах гулаг пришел в тюрьму перешагнул порог сразу скажи я пришел умереть и все сдохла собака они ничего не могут сделать что мне не предлагает а зачем мне я пришел умереть и все попятилось мне это сильно помогло исповедание он первый у меня допрос он пишет сидит первые строчки пишет я в это время ему говорю о христе цитирую на память местописания исследователь который у меня был пичугов виталий николаевич он принял крещение с троекратным погружением в варнауле начальник тюрьмы меня соломин александр семенович полковник вызывает раз за разом побеседовать а я еще под следствием полит рук там есть политработник ульяновский владимир александрович мы после этого сколько встречались с ним когда я уже освободился о христе ему было сказано дети его услышали исповедание христа перед людьми это радость вот вы не посчитайте что я что-то подыгрываю кому-то но вы обратите внимание от проликов роман николаевич он об этом больше всех говорит к месту не к месту господь сделает к месту но я вижу что как-то несерьезно люди воспринимают то что он говорит а он очень часто говорит правильно об исповедании а потому нет этого потому что не было исповедания то есть перед людьми краткой проповеди сказать во что я верую а вы себя выставляете ну это сатана не хочет этого конечно выставлять надо а как иначе город на вершиной горы не может укрыться светильник не под кроватью ставят с первой же минуты я начинаю говорить о христе о распятии о том что мы должны идти страдать чтобы достигнуть многие души заново рассмотреть свою жизнь и бог мне давал такие которые курировали меня там полковники вот как Никулин Юрий Николаевич это интеллигент с большой буквы представьте себе меня арестовали меня посадили а он в это время с моей матерью встречается и говорит я вам обещаю вашего сына я привезу вас здесь домой и когда он у меня привез меня сегодня из тюрьмы выпускают 80-й год и тут же его машина стоит из КГБ а так вы закоплены то другое по другому они не мыслят это и баптисты говорили конечно вас завербовали я говорю а в чем это выразилось тупик нету да Господь делал подпольные христиане и ПХ мы встретились с одним человеком беседовали бог ему открыл они подпольные они паспортов нету ни детей в школу не пускают и теперь паспорт получил вышел на работу дети в школу государству выгодно выгодно то есть интерес спасения души выгодно сказался и для государства а у меня потом следом за ним еще пришло 34 человека а они там уже монашество приняли и едем к епископу тогда был архиепископ Едион Докукин Новосибирский всех утвердили в их званиях какие они получили там было у них это не было почему исповедание исповедание это крылья Арман Николаевич здесь проликов если он здесь то только одно услышишь говори и не умолкай к каждому Господь обращается говори и не умолкай не запретили ли намертво говорить да вы можете запрещать вы за это получаете у вас плеть в руках вы можете меня бить у меня есть спина которую я должен подставлять и все захлебнулась машина всех кого арестовывают и потом они проходят в разработке называется пока там наблюдают ездят мне Бог позволил все это испытать обязательно дается какая-то кличка какая-то кличка вот допустим Кирилл сейчас патриарх он Михайлов это его КГБская кличка до этого был Алексей Второй Дроздов а почему он митрополита Дроздова писал там на докторскую или какую диссертацию и в это время и вот и вот так а я спрашиваю сделал запрос вписанном виде в КГБ местное Алтайское Краевое КГБ ФСБ теперь какая была у меня кличка и они мне ответили ответили на бланки подробно у вас не было никакой ну я в вашей разработке был нет вы проходили под своей именем и фамилией кличку не могли дать я знаю хороших людей и потом я узнал какие клички знакомые в КГБ и он сказал у него кличка вот такая клоун вот представь себе у человека высшее образование он там занимает а ему дали кличку клоун а вот был этот Петерим издательское дело председателя у него кличка была Аббат Аббат видите как у меня не было не было и мне ответ дали я вот говорю почему исповедание исповедание меня спасло от многого многого они даже не пытались меня переубеждать вербовать даже попытки ни одной не было то есть совершенно мое свидетельство как щит оградило меня они поняли что я их обращаю а не они меня они мне ничего не могут предложить вот так отошел да уже кончатся часто Сергей время вопроса продолжаем вопрос давайте вот про человека говорят прошел огонь и воды и медные трубы пусть кто-нибудь ответит что это такое про медные трубы это о тщеславе говорит это трубят обо нем ему как бы и дело нет самого самое трудное может быть исписание огонь это страдание огонь обжигает война может быть что-то такое а вот воду я не могу сказать ну а как же Давид говорит объяли меня воды не на чем встать я погрузился в них он непрерывно говорит о водах которые уносят меня о чем он говорил мир наверное о мире и уносили но это пословица мы тут не настаиваем на этом но биография Давыда очень большая ее можно узнать что окружало его был на своем месте да сгорал в огне страсти к версаве огонь огненное искушение было когда его изгнал сына Виссалом покушение было Саула тесте когда он желал убить его слуг прислал но ему Милхола помогла там фигурку слепила из одежды думали что спит лежит меч прошел мимо воду воду переносит с места на место вот теперь он в горах бегает и никто его не ловит он более спокойно но с одного места другое непрерывное как течение воды его вносит узнали где он есть немедленно убегает теперь он в сокилах бежит другое место медная труба это не тщеславие когда идет славословие у человека все идет удачно и начинают прославлять это было у всех которые трудились и никто за это не обсуждает перевести как никак себе ничего не приписывай а это ничего не стоит святыни однократно показали Пушкин об этом говорит хвалу и похвалу хвалу хулу и похвалу приемля равнодушно не оспаривай глупца он сказал есть такое выражение у русских наплевать да забыть если ничего не говорят я скажу отвергни себя вот главный первый шаг абсолютное большинство людей не сделали этот шаг и потому самого маленького искушения вынести не могут я вот сегодня претерпел несколько раз это близкий человек все но ему там кто-то сказал что там мы там-то говорили там ролики в ролике не я говорил а человек другой-то и прямо все сразу рвет как будто никогда не знали вместе ходили молились почему мертвый его я живо отвергнись себя своего я сядь на бумаге напиши из чего ты состоишь ну напиши ты сам-то себя не знаешь почему апостол говорит исследуйте самих себя верили вы пишет верующим надо исследовать себя вот тебе и вера по подозрению что сказали назвали не так уже запомирал все что вчера было знать не знаю ну какое же ты после этого а нам абсолютно должно быть все равно сказали златоуст говорит сказали неправду и тогда поцелуй за намерение а если правду сказал ну и то же самое похвали вот ты избавил меня от этого я не видел сам себя со стороны косолапил оказывается вот и все самое маленькое прямо из-за умирают мне до того это удивительно да как же молились вместе причащались одновременно и вдруг сказали только и он сам это еще не знает только сказали ему где-то и уже такие угрозы прямо умирают фальшивое христианство ложное воинство его допрашивать не надо он уже разложился а ты так даже против бури если буря какая и там ты останься прежним я тебя скалой сделаю и говорит господь бог пророку иеремии родные и близкие вслед тебя будут кричать бить тебя со всех сторон ты знай я тебя избрал я тебе открыл небо не разменивайтесь на мелочи ну сказали и что из этого иногда вот мне говорят против я обернусь и смотрю о ком они говорят то никого нет если это не мое то все мимо пролетело а если точно раскрыли то что я не видел в себе да благодарение богу не тот друг кто медом мажет а тот друг кто правду в глаза скажет откуда эта поговорка у меня есть маленькая книжечка поговорки откуда взятые рядом места писания и цитируется место писания опять поговорка огонь медная труба там вода и опять место писания два-три места писания откуда это взято это люди хорошо знающие как Владимир Иванович Даль русский язык пословицы и хорошо знающие писания я заинтересовался я даже книжечку имею теперь вы наблюдаете за собою некоторые люди они нам нужны как вот поп есть такой фильм и он говорит на жену это мое мое точило и она соглашалась он многое через жену получал и вот так помило отвергись себя если ты не отвергся и тебе где-то сказали плохо написали ты переживаешь болеешь что другое ты еще ничего не значишь тебя нет ты никакой и нисколько не стоишь тебе абсолютно должно быть все равно я отвергся себя растоптал себя дай место Христу тогда Христос будет обладать тобой он обещал меня гнали будут гнать и вас но велика ваша награда на небесах награда они венец сплетают враги нам лучшие друзья это поговорка это действительно так друг-то еще побоится где-то что-то а враг-то он не боится он лепит все что было не было но если ты видишь что он православный и ищет спасение поблагодари Бога а если это сектант еретик он что угодно говорит пользы-то никакой нет он из этого старается взять пользу я вижу какое горе его постигло за отступление от истины он не ходит на исповедь а почему Серапимову спрашивали ты мог а мы не можем он говорит решимости не хватает порвать с прежним решимость это четвертое качество лидера если не знает кто ну-ка кто знает скажите какие качества лидера должны быть повторяю их шесть кто знает скажите это необходимо верующему чтобы другим показать многие говорят мне нравится в деревне жить люблю я там огурцы помидоры свои все такое где-то но сидит говорит задница прижался к теплому туалету а ведь речь идет 21 тысяча селений погубленных в России ну соберите человека 3-4 с семьями и поезжайте туда где православная деревня чтобы была то опять а что как будет ясно дело ты не Герман Стерлигов миллиарды не наворовал из того что есть потеряем приехали есть только лопата одна и с лопатой начали одна лопата угрозы все это позади теперь техника трактора машины комбайны все старенькое но работают сотни тонн пшеницы гречки вишменя гороха так что же молчат то все разошлись или что решимость привлекательная качество давайте все вместе вспомним первое какое кто знает воображение он сзади говорит вообразить надо мы решили потеряем обосноваться мы даже вообразить что пока мы не получим статус мы никто ни электричества ни школы ничего нет и нас в любой день спихнут мы железом обложились что если ночью будут трактора чтобы загремело чтобы выскочить хотя бы все надо как жить где дрова взять где материал как будут люди относиться воображение воображение я верующий стал я должен подумать что теперь с моей грамотой будет где я буду работать идти на самую грязную низкую работу как относятся ко мне друзья родители отец у меня против меня убить ищет я стихотворение написал как как надо беде случиться служить греху смертельно я устал в мечтах меня ты видел коммунистом а я нашел воскресшего христа ты должен это все воображение представить второе качество это знание о чем говорят японцы у нас нет говорит нефти нет руды железной нет ископаемых нет того другого но у нас есть серое вещество и мы его будем разрабатывать у нас все будет о чем мы сказали вот знание ты должен знать что делать как обрабатывать землю как скотину заводить как с людьми разговаривать рядом другие земли фермеры льют везде воду должен быть устав как зарегистрироваться батюшка поехал в белый дом там погулял походил тогда был глеб якунин там и он провел священник третье качество умение теперь ты узнал все это нужно претворить жизнь ты должен быть плотник и каменщик и стекольщик и кровельщик и учитель все в тебе должно быть уметь своими руками делать не ждать кто-то придет денег нету а своими руками я делаю бесплатно почему делаю это для себя четвертое качество вот теперь это решимость решительно порвать со всем этим решительно такая решимость если враги есть они еще не вышли за бруствер но они уже белый флаг выбрасывают они понимают им не устоять кто испытал это а почему качество какие-то американцы разработали убивают полковника а его место немедленно занимает не подполковник а майор убили майора на его место должен быть капитан капитан а нет сержант выскочил почему именно он и стали исследовать и нашли в людях вот эти качества и тогда их суммировали и показали решимость опасность земля зима впереди голод ничего нет у нас ничего не было с нуля инфляция идет страшно дом продали сюда приехал там я на эти деньги мог купить вагон лесу два вагона кирпича сюда приехал на телеге можно так и купить инфляция составляла 10 тысяч 70 10 тысяч 70 рублей за 1 рубль теперь пошли я судился и поэтому знал инфляцию по инфляции все высчитывали те миллиарды которые мне государство задолжало 11 миллиардов за конфискованное при аресте пятое качество которое христиане вообще не признают ну не все конечно беспощадность как так да христиане такие милые добрые беспощадность ты запиши скажи к чему к разгильдяйству мы с ним договорились ты придешь в 11 а я забыл ну как ты мог забыть я же тебе сказал запиши мы же созванивались тут собрались люди и ты не пришел ты понимаешь что ты сделал эти люди никогда больше не приедут сюда беспощадность расстанься с ним апостол Павел обладал этим качеством Марк отстал от нашего а он племянник был в Арнаве когда вернулись и видимо много положительного рассказали до утра продлил Павел слово Марк-то недалеко был и он тогда в следующий раз собирается в новое миссионерское путешествие и я поеду нет Павел говорит не поедешь ненадежная носилки бросил я один должен был тащить через пустыню ну я вот подумал что мама болеет может быть так говорил он юноша был не знаю брать я тебе больше не буду но я раскаялся я понял я неправильно поступал ну возьмите но я сказал нет что через мой труп полезешь а Варнава его взял он племянник ему апостол Павел избрал силу сила это воиня это имя это не какое-то отвлеченное сила и Филат говорит это и хорошо что разделились два сметельника в одном месте это слишком богато как говорят хохлы окруинцы то есть и вот два места теперь пошли подвое посылают везде миссия два человека три это уже превосходящее а не то как сейчас миссионерский отдел они ничего не понимают и последнее качество самое трудное у нас есть люди в общине у которых вот эти качества есть а шестое качество он не может добыть оно или есть или нет кто знает какое не подсказывать кто сзади привлекательность откуда ты узнала от вас да привлекательность такая привлекательность что все и во всем бог и где его нет он в центре события этот человек его нету он поехал по своим делам где-то они все решают и только ссылаются а вот будь он сейчас здесь он бы сказал так вот это качество его нельзя выработать нельзя там можно быть решимым знания приобрести специальности много это можно а привлекательность нельзя его ее не создать гламурность эту или есть или нет а если нет значит ничего не получилось в отвал а кто может приобрести рожденный свыше качество Христа в тебе должны отобразиться в полноте это человек готовый идти на миссию на лишение и люди понимают это пример уже подражает до его смерти подражайте мне как я Христу качество шестое привлекательность а вот теперь и посмотри как это будет выглядеть или все разбегаются тебя боятся или понимают что тряпка подкаблучник бабе такому подчиняться только новые язвы зарабатывать и надо знать середину меру ни туда ни сюда ровно пройти и это практически все понимают даже враги привлекательность они ничего не могут сделать вот вы не подумайте что там опять скажет хвалился написано хваляще хвались господом я хвалюсь вы здесь вы моя награда вы радость моя несмотря на то что я как Владимир и Головина спросили обо мне недавно там уже он очень высоко отозвался очень но мы разное он на меня жесткий такой кулаком так потрес говорит но мы разные в главном то у нас единство мы братья во Христе вместе причащаемся в православной церкви в главном единстве а во второстепенном это второстепенно тут свобода но во всем любовь когда люди знают какая у нас дисциплина говорят это хуже чем в тюрьме да еще ой-ой-ой да это зона какая-то это в армии только так а я ничего не чувствую совершенно нормально да это мелочность такое берете из мелочного большое я строго смотрю чтобы шторки были закрыты двойная шторка везде не закрытый дом не оставлять ни на одну минуту так это мелочь такая ну ты пока высушай обдумать ты не успел ты уже многое потерял если этого не делал и во всем отсеки в дом заходят коврик не в стенках где-то разуваться как некоторые там веранду сделают там разувается и дождь попадает в комнате разуваться чтобы оба была теплая и специальный такой половичок на котором разулись ногой оттуда вытащил из ботинка переступил на чистый дальше везде ковры пол опять туда подошел из комнатной территории перешагнул в ботинки свои и все то есть здесь от тумберкулез отрезать так я о малом говорю никогда не спорь знай истину возвести отступи нас Бог не поставил спорить нас поведут говорит для свидетельства перед царями для свидетельства о Христе свидетельствовать а уверует не уверует от нас не зависит это благодать обращающая она полностью в руке Божией вот шесть качеств Игнатий Тихонович вот эти шесть качеств не соответствуют ли современному названию коммуникабельность ну понимаешь они меняют значение этого слова коммуникабельность ну то есть всем угождает им все тряпка он не знает как это сделать коммуникабельность зачем коммуникабельность мне зарегистрировать надо деревню какая его коммуникабельность что она поможет чтобы не навредил вот батюшка у нас вот дома сколько есть обложены кирпичом он везде ложил у него мастерок из руки не выходит его не напугаешь что тебя поп отберу шапку-то и пойдешь по миру он не пойдет по миру он сто вещек держит он знает вот так коммуникабельность да да ну это есть такой человек не то что добрый там он умеет сисюкать и в головку поцеловать ой отец власий он такой отец власий какой он такой он слова никому не сказал там ничего нету нового идола слепили отец власий сказал отец власий как будто библию в руках не держал смотришь уже там бобова этого фамилия его он описал о каком-то митрополите филопее кости его нашли все уже в епископы книжка ну по сегодня я не знаю сколько на тысячи три у него стоит книжка одна там картинки такие ржавленые не только руками разведешь христа вообще не знают я говорю переначивая на христианские рельсы вот песня такая поется кто знает ее подумать страшно мне теперь когда б не ту открыл ты дверь не той бы улицей прошел меня не встретил не нашел поет женский голос поет о том с кем она встретилась кого полюбила он мог пройти другой улицей кто слышал эту песню так вот я первый раз услышал я понял это обо мне я господу ее пою господи подумать страшно мне теперь когда б не ту открыл я дверь а теперь я по другому пою не ту открыл я дверь не той бы улицей прошел тебя не встретил не нашел Карла Розенберга 184 город Венспе с Латвийской ССР вот вот это Тамара там верстицеля не выговоришь поет когда юность моя ты гори не сгорай юность моя ты друзей собирай как она со всей отдачей поет и у меня туда входит все божественное кажется ничего такого нет орленок орленок взлети выше солнца и степи суток гляди вот дети поют где-то а я понимаю если бы я раньше был я бы там был с белыми не с красными и там бы голову сложил а теперь я все переменяю на божественное когда я Бога познал и знаете эта песня очень много значит в живых я остался один когда изничтожено еще полезно я сделаю тебя как мои уста ничтожным Господь не называет что-то а то это действительно ничтожное опыт какой-то где-то кто-то как-то спасибо Христос Игнатий Аллилуйя сегодня у нас в храме тоже там день рождения у одной и трапеза была и там наш отец Павел сидел и в общем женщина одна стала и говорит у нас зять был такой хороший он так одевался шикарно и вдруг вот уверовал как-то не так как все и отдал свои хорошие ботинки я говорю где они подарил тебя не обокрали тебя не сняли нет я подарил вот вот такой дурачок он в какую-то секту наверное попал а я им говорю обновилась его душа они не понимают этого я пошел в самую большую секту православную церковь а у нас батюшка сегодня вышел нам вон и говорит что вы гробы мертвые стоите писание не знаете что за чем идет не знаете изучайте библию и исполняйте слава безботна слава христу слава а нам сегодня батюшка преподавал старославянский язык но мы на него не пошли и заплатили сделали нет а зачем он нам нужен время терять да уже мало мне осталось времени на пороге вечности стою господь у меня не спросит знала я язык славянский или нет а спросит знала ли слово его письмо которое он мне написал да исполняла ли Игнадий Тихонов хотела сказать об этом пятом качестве беспощадности беспощадности оно не хватает особенно вот у русских мужчин и когда человек беспощаден да допустим при общении или при действии каком-то сначала человек он обижается да но вот эти слова они его пронзают душу и он начинает задумываться о своей жизни о своих действиях как он живет вот даже вот евангелист Марк то есть он оставил нам целое евангелие какой он стал вот это беспощадность апостола Павла она показала наоборот пример в лучшую сторону и халло хорошее качество как христианина вот мне нравится у вас был даже Виталий кто Роман ну кто были даже Сергей Игнатов вот что вы строгий вот жаль что нету такого качества чтобы строгий был потому строгий беспощадный наоборот это привязывает человека наоборот это его мыслям вот мыслям оно дает задуматься человеку вот эту строгость воспитывать да о смысле жизни начинает задуматься ну зачем оно ему зачем он живет для чего он живет для кого он живет вот это качество есть очень хорошо у мусульман поэтому к мусульманам больше даже тянутся особенно к мужчинам у них есть вот эта беспощадность вот эта у евреев тоже есть это особенно у раввинов даже вот они образуют свои секты да но они имеют это качество чтобы привлечь к себе человека вот там вопрос у вас был скайпе про мессианских евреев а я их много смотрела роликов они очень хитрые такие они знают писание приводят писание но если посмотреть все их ролики они очень много искажают смысл и сразу видно что у них не священства нет и на самом деле они очень много не знают искажают я спрошу спрошу кто хочет узнать про евреев больше я вам материал скажу где зайдите на наш сайт я могу скинуть его сейчас но это народ один или запишите православный библейский сайт во свете библии и сразу выйдите по русски зарядите православный библейский сайт во свете библии ну уж написать Игнатий Латкин вот и там у меня справа колонка идет 55 папок стоят под разным названием а впереди ответ на 4124 вопроса 55 папок и отдельно еврейство отдельно папка на букву Е еврейство и вот там тогда уже почитаете 176 вопросов я ответил в университетах разных но это часть которая сохранилась у меня погибло во много раз больше чем на самом деле там проповедей 1300 а их может быть еще несколько тысяч было никто не записывал никто нет еврейство и вот прочитаешь да да еврейство и вы прочитаете или мусульманство там же папка и по порядку там все вопросы по порядку какая книга том и какая страница и только от книги вопрос сразу открывается весь ответ вы можете к себе перекопировать так по одному вопросу и я скажу что вопросы ответы они нигде аналога не имеют вы нигде не встретите ни у кого этого почему потому что я нигде этого не списывал это все получено доверие богу знание писания святых отцов каноны церкви жития святых и еврейская литература толкования талмуда шульхана руха там разное что у них есть доступное когда все объяснено тогда оттуда показа как у них есть на самом деле притом евреи пишут я пишу еврейский народ это одно из самых великих чудес в мире как они угонения там все и остаются живы а одна написала я впервые это встречала да чудо это чудо но вот этот старист отвечает евреях это не меньшее чудо что евреях так отзывается я не то что там а вы есть такой рассказ один обозвал его жидом а тот нажаловался и русского посадили русский когда вернулся стоит на остановке а подошел опять же этот жид а что стоишь он хотел сказать а почему на суде сказали он не жид а еврей а если сказать поджидаю он прицепится за это слово он говорит а я на остановке под евреевую Игнатий Тихонович вот чтобы говорить с мусульманами нужно очень много знать о евреях во первых мусульманам очень это интересно да и она им бьет по совести потому что все это они приняли в основном от кого от евреев мне даже я когда говорю здесь а вот родственники приходят и мой муж ну до того интересно им интересно я говорю откуда вы откуда у вас вот это вот взято я говорю это же все у нас из Библии а евреи тогда откуда а Иисус Христос из какого колена из рода священства из какого священства то есть это было все у евреев это все есть в новом завете даже вы знаете даже когда ты с кем-то беседуешь до того это познавательно и для себя вот ты развиваешься да ну и другим интересно они уходят и задумываются спасти Христос Игнатий Тихонов все я смотрела ваше 18 том о мусульманстве но там вообще можно сказать я не знаю есть ли такой человек который считал там и точки и запятые скажи кому-нибудь мусульману сколько у вас точек запятых в Коране они 100% не знают так давайте молиться уже да я детям говорю вот они всегда вот молятся я говорю благодарите за эти книги вот Сергей мне прислал Валентина вот от вас потому что это бесценно все-таки я полагаю надежду что сын вырастет и он заниматься будет спаси Христос слава Христу помоюсь поблагодарим Бога достойно есть окол истину блажит и Тя Богородицу пресновлаженную и пренепорочную и Матерь Бога Нашего честнейшую Сверови и славнейшую без сравнения Сверхи без искрения Бога слава ручь и слава судьбой и слава судьбой и слава и слава и слава и слава и слава и слава Милущий наш Отец Небесный мы прислали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа и Его жертвы за нас услыши нашу молитву и наши вопли о родных и близких не познавших Тебя привлеки их ко спасению открой истину Твою правителям дай им страх Твой святой ибо великое и строгое испытание будет с начальствующих на суде Божием но учи нас быть свидетелями Твоими благовествовать бесстрашно доверяться Духу Святому распусти нас миром Господи и услыши наши молитвы о болящих о путешествующих Ты их именно сам знаешь Тебе Божья хвала и слава честь и поклонение во веки веков Аминь 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 Спаси Христос Всем с Богом Аминь Спаси Христос Аллилуйя Спаси Христос